МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чаще всего водители превышали скоростной режим. За месяц сотрудники ГИБДД пресекли более 4,5 тысяч таких нарушителей. Свыше тысячи двигались с перевесом осевых нагрузок. Представители регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства призывают перевозчиков соблюдать весогабаритные параметры и бережно относиться к региональным дорогам. Благоещенский осудили курьера. Он собирал деньги с горожан, родственники которых якобы попали в ДТП. Жертвами мошенника стали 10 человек. Ущерб превысил 4 миллиона рублей. Злоумышленник действовал по отработанной схеме с 2022 по 2023 годы. Большинство людей, которых он обманул, пожилые. Мошенника приговорили к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Руководители Управления образования Благовещенской и БГПУ подписали соглашение о совместном сотрудничестве. Благодаря этому в УЗИ планируют открыть новые психолого-педагогические классы, разработать и внедрить процесс обучения современной технологии, повысить квалификацию преподавателей. В Чигирях до конца года построят вторую очередь тепличного комплекса. Там планируют выращивать более 2,5 тысяч тонн огурцов и томатов. Расширение производства позволит создать почти 60 рабочих мест. Объект станет дополнением. Действующему их соединит технический коридор. Так получится большая теплица с общими логистическими путями. Внутренние помещения поделят на производственные участки, рассадное отделение и склад. Сейчас вторая очередь тепличного готова на 45%. Министерство сельского хозяйства Преамурия отмечает, что государственную поддержку из федерального областного бюджета в размере 25% от затрат предприятие сможет получить после ввода в эксплуатацию объекта. В Москве проходит форум классных руководителей. От Амурской области участвуют 18 преподавателей из разных городов и поселков. Двух учителей из Благовещенска, Илью Уточкина и Надежду Симоновскую, вчера наградили благодарственными письмами президента России. Главное педагогическое событие страны объединило 3000 педагогов из 89 регионов страны. Впереди у них еще два насыщенных дня форума, в течение которых для руководителей старших классов проведут мастер-классы, дискуссии, презентации. Для поднятия боевого духа жительница Благовещенска Галина Федоровна передала бойцам зону СВО аккордеона семейного архива. На нем когда-то давно учился играть ее сын. Инструмент для восьмилетнего Алешки купил дед, ветеран Великой Отечественной. Мальчик так и не доучился в музыкальной школе, но аккордеон «Березка» Галина Федоровна бережно хранила. Связь пенсионерка держит представителей регионального исполкома Народного фронта. Сейчас они ищут мастера, который сможет отремонтировать клавиши. Желающие помочь могут звонить по номеру, который вы видите у себя на экранах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова